Главный приоритет работы государства – жизнь и здоровье своих граждан. Владимир Путин подчеркнул, что к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Естественно, в таких условиях общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводить нельзя. А потом президент предложил перенести голосование на более позднюю дату. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Сейчас крайне важно, подчеркнул президент, предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. И для этих целей государство готово пойти на серьезные меры. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Длинные выходные позволят снизить риск распространения вируса. Однако Путин все же напомнил о необходимости строго соблюдать все рекомендации медиков. Отдельно президент остановился на текущей социально-экономической ситуации и предложил обеспечить социальную защиту граждан следующими мерами. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку. Что касается выплат ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы, то они начнутся раньше. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей, соответственно, должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле. Также Путин предложил поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Еще одна мера поддержки коснется тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного мрот в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учетом ситуации. Также президент предложил увеличить максимальное пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Кроме этого, Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам гражданам, чей доход упал более чем на 30%. Также будет оказана помощь малому и среднему бизнесу. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. В конце своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что нам всем нужно помнить о личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом и за тех, кому нужна наша помощь. Эрнест Чуков, Архиз, 24. Редактор субтитров А.Семкин